Слава Богу, братья и сестры! Мир вам! Знаете, лето закончилось, все заканчивается, но любовь Божия вечно. Любит Он каждого из нас, несмотря ни на что, братья и сестры, несмотря ни на что. И этот вечер снова по милости, это день по великой Его любви мы можем собраться и можем быть здесь. И знаете, пастор, привел пример о том, что быть внимательным, прислушаться к тому, как говорит Господь. Я вспоминаю тоже, у меня когда-то смена налогообложения, схемы была моей. Знаете, я такой, что я стараюсь ответственно, я стараюсь просто, для меня это как-то принципиально, и надо было переходить на другую систему, и там сроки меняются, подача декларации, я звоню в налогу, говорю, слушайте, я давно прозевал, думаю, звоню, говорю, как себя вести теперь, что мне делать? Она говорит, Дима, для начала надо успокоиться. И ты думаешь, Господи, услышал, услышал, надо успокоиться сразу перед тем, как какие-то действия прилагать, и перед тем, как что-то делать в своей жизни, братья и сестры, надо успокоиться. Есть такое место интересное, утишиться, становиться и стать тише, то есть услышать, что говорит каждому из нас Господь. Вы знаете, я как-то недавно поймал себя на мысли, спускался здесь, в сторону Баранова, с моста, через Полесский вокзал, и остановился на светофоре, знаете, что-то задумался, и смотрю, машина, которая впереди стоит, она идет на меня, как бы, я стою с горки, но она идет на меня, то есть я уже сигналю, думаю, ну, сейчас, ну, все-таки не хотелось бы, нет времени всем заниматься, но сейчас будет контакт. И я поворачиваюсь влево, я смотрю, братья и сестры, а качусь-то я, понимаете, то есть я думаю, что сейчас этот человек меня ворежется, я думаю, что сейчас этот человек что-то сделает не так, а потом, когда ты смотришь на какой-то ориентир, ты понимаешь, что проблема-то в тебе, тебе нужно оставаться, ну, в таком положении, чтобы не катиться дальше. Так и в жизни, братья и сестры, порой наше происходит, что ты думаешь, что вокруг тебя что-то кто-то делает не так, что в отношении тебя кто-то что-то делает не так, как это нужно делать, и это приведет к неправильным каким-то последствиям или обстоятельствам, но для того, чтобы увидеть свое положение, каждому из нас, братья и сестры, в том-то направлении идешь, или ты в другом направлении движешься, и оно у нас есть, у нас есть возможность, есть возможность обратиться, есть возможность увидеть себя и услышать то, что говорит Господь. Слово, которое хотелось бы озвучить, на котором хотелось бы остановиться, это разумеющий и делающий, разумеющий и делающий. Несколько мест Писания, на которые хотелось бы обратиться и обратить наше внимание. Знаете, каждый согласится с тем, что любой результат подразумевает под собой действие. Любой результат подразумевает под собой действие. Каждому из нас нужно прилагать к этому усилия и старания. Написано, приложивши ко всему все старание покажите, вере ваше добродетель, добродетель и рассудительность, рассудительность и воздержание. То есть результат показывает нашу вовлеченность и то, что хотелось бы видеть в своей жизни, к чему ты прилагаешь свои усилия и старания, над чем ты трудишься. Порой, знаете, я вам честно скажу, некоторые цели своей жизни, которые, казалось бы, хотелось бы достичь, и ты спустя какой-то период времени приходишь, я помню, даже с Наташей разговаривал именно на такую тему, и ты думаешь, это все, вот это все то, что казалось когда-то недостижимым. То есть сегодня ты оборачиваешься назад и понимаешь, что эта цель не та, о которой бы столько нужно было переживать, о которой столько нужно было уделять времени, то есть это пришло бы, может быть, не так быстро, как порой хотелось бы, но это приходит. И местное писание, которое говорят нам о том, что человек, он прилагает свои усилия и старания для того, чтобы делать, для того, чтобы совершать, написано, совершайте свое спасение, то есть это нужно делать. От Матфея, 11 глава, 12 стихом, «От ней же Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесной Силы берется, и употребляющие усилия восхищают его». Употребляющие усилия. Как порой, знаете, хочется употребить что-то для помощи в созидании. Кто работает, кто трудится. Знаете, сейчас такое время, когда столько инструментов для того, чтобы их употребить в работе. Они помогают тебе, они электронные, даже телефон ты смотришь, настолько сейчас все меняется, все кажется проще и удобнее. Но здесь мы читаем, что употребить для результата усилия. Употребляющие усилия восхищают его. То есть нужно совершать то, что порой кажется сильно, порой кажется невозможно, порой кажется тяжело и сложно. Но Царство Небесное, Иисус Христос, Он открывает, Он говорит, что это не территория, это состояние. Состояние внутреннее. Достигать этого состояния это может только через усилие. Через усилие и старание. Осия, 10 глава, 12 стихом. Сейте себе в правду и пожнете милость. Распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет дождем, пролил на вас правду. Сейте себе в правду, распахивайте в себе на вину. Знаете, я не, как сказать, я никогда не пахал. Я только когда-то в детстве, это уже, знаете, сегодня задумался, сколько лет прошло, уже больше 20 лет прошло. Кажется, совсем недавно все это было. Но когда-то, знаете, когда родители были помоложе, это был участок. И, знаете, разговаривая, даже слыша разговоры, ты понимаешь, что это не просто, знаете, ты идешь, конь идет впереди, ты просто идешь. То есть ты распахиваешь. Нет, если ты что-то прозевал, то промашки нет. То есть это нужно быть постоянно сосредоточенным. Это нужно прикладывать всегда усилия к этому, для того, чтобы это сделать и выполнить это так, как это нужно выполнить. Порой, это, знаете, когда смотришь со стороны, это одно, но когда ты начинаешь общаться, ты понимаешь, что это усилие, это старание. И тут написано, распахивайте у себя на вину. То есть кто любит в себе что-то новое раскопать, братья и сестры? Да проще в ком-то что-то увидеть, кому-то что-то рассказать, на что-то обратить внимание, чему видеть что-то у себя. Но мы читаем, распахивайте в себе на вину. Для чего? Ибо время взыскать Господа. И это необходимо каждому человеку в эту сторону тоже прилагать усилия и старания. Книга пророка Аввакума, вторая глава, первым стихом. «На стражу мою стал я, стоя на башне, наблюдая, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать на жалобы мои. На стражу мою стал я». На чью стражу становится человек, братья и сестры? В первую очередь на свою. И написано, что понять и определиться, что скажет он во мне. То есть достигнуть Слова Божьего и услышать, что он хочет проговорить в тебе. «Стража моя для чего?» Услышать, что скажет он во мне и что мне отвечать на жалобы мои, братья и сестры. Опять же, все вокруг Господа, все вокруг его отношения к людям и наши действия, они направлены на этот результат. Апостол Павел, он обращал внимание на то, что цель, она определяет человека. Цель и желание определяет человека. Человек, горящий для Господа, братья и сестры, он виден, он виден, он заметен. И это даже не надо описывать словами. То есть у него есть цель. Знаете, когда-то даже Генри Форд, когда первый, кто вообще построил эти заводы большие, если можно так выразиться, люди, которые могли пробуждать в других людях желание работать, они очень много зарабатывали. Очень много. Потому что сделать по-человечески, заставить другого человека работать, знаете, с такой энтузиазмом, как говорит общество, это практически невозможно. Зарплату дать не работает, поверьте. У меня знакомый когда-то думал, говорит, что если я возьму человека, буду много аплодить, он будет стараться первые недели-две. Потом начинаются проблемы, потом начинаются вопросы, начинаются какие-то непонятки, недопонимания. И апостол Павел, он говорит, что цель определяет человека, твои действия направлены на результат. И он говорит, что братья, послание филиппийцам, 3 глава, 13-14 стихи. Братья, я не почитаю себя достигшим, только забывая заднее и простираюсь вперед, только забывая заднее и простираюсь вперед, простираюсь, тянусь, устремляюсь, куда-то у меня есть желание идти дальше, но при этом забывая заднее, если ты не отпустил свое прошлое, то двигаться дальше ты не можешь. И он пишет, что только забывая заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели. А цель какая, братья и сестры? К почести Вышнего звания. Вышнего звания. И звание не просто, как тебя люди назовут, или звание какое-то это человеческое, а звание Божие во Христе Иисусе. То есть он говорит, что вся моя цель направлена на то, что как меня называет Иисус Христос, кто я для Него и результат, и цели мои именно только в Нем определены. И мы видим результат, это послание, мы видим то, что он описывал, мы видим его даже через строки, мы видим отношения с Господом, какие у него были, потому что он стремился к этому результату. Вы знаете, хотелось бы от себя поблагодарить служение, воскресный спектакль, это было просто, знаете, как-то все больше и больше касается это все, но ты понимаешь, что это не пришло, а знаете, в воскресенье приехали, поставили спектакль и разошлись. Это усилие, это старание, это труд, и вот он результат. То есть ты восхищаешься этим, но ты понимаешь, за этим стоит репетиция, за этим стоит труд, и за этим видны вложения и огромная, огромная работа, братья и сестры. Хочется видеть результат, но порой не хочется, знаете, прикладывать к этому усилия и старания. Это те примеры, которые говорят нам о том, что человек делает для достижения Божьих результатов. Вы знаете, местописания, на которые хотелось бы обратить внимание наше, для меня, знаете, не знаю, в последнее время они как-то особо звучат, то есть особо они отображены для меня, потому что, знаете, ну это описано в Слове Божьем. Без этого ты не можешь правильно видеть то, что происходит вокруг тебя. Несколько местописаний, то есть разумеющий и делающий, мало разуметь нужно делать. Книга числа, 32 глава. У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много, и увидели они, что земля Галат есть место годное для стад. У людей много стад, у людей много скота, и они это заметили, и они это поняли. И пришли сыны Гадовых и сыны Рувимов и сказали Моисею и Илеазару, священнику и князям общества говоря. То есть они пришли к Моисею как служителю и обращаются, говорят, что Атаров и Дивон и Азер и Нимра и Есивон и Елеале и Севам и Нева и Вион, земля, которую Господь поразил пред обществом Израилем, есть земля годная для стад, а у рабов твоих много стада. И сказали, если мы нашли благоволение в глазах твоих, отдай нам землю сию, рабам твоим во владение, не переводи нас через Иордан. Иордан. Смотрите, люди, понимающие волю Господню, то есть люди понимают, что для того, чтобы исполнить волю Божью, нужно перейти через Иордан, там конечный путь. Но при этом в этом месте у них было много стад, они заметили хорошие поля, и что они говорят? И говорят, нас все устраивает. Дальше идти нам не надо. Если мы как бы можем сделать это, пожалуйста, не переводи нас через Иордан. То есть делать нам больше ничего не надо, нас все устраивает прямо здесь. Зачем нам переступать через то, что мы не знаем, через то, что мы не понимаем? Именно в этой точке нас все устраивает. Делать нам больше ничего не надо, мы останемся здесь, нас все устроит. И сказал Моисей сынам Гадовым и сынам Рувимовым, братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь. Братья и сестры, порой человек говорит, я спасен, я женился, у меня есть дети, или я вышла замуж. Зачем мне дальше напрягаться? Зачем мне дальше вступать в эту войну? Меня все устраивает и так. Для чего мне приезжать в воскресенье вечером, если я в воскресенье утром была или был? Для чего мне напрягаться ездить на какие-то молитвы? У меня и так все нормально, мне не надо дальше двигаться. Почему? Потому что написано, что вы не хотите участвовать в войне. Кто понимает, что война это по-любому последствия? Духовная война, в которой вступают братья, кто-то скажет, а зачем мне это надо? Для чего мне это нужно? Меня все устраивает в этой точке, на этом месте. Я получил, и я получил то, что с меня достаточно. То есть человек понимает, что он взял это у Господа. Человек не отдаляется, но он говорит, дальше мне идти не надо. Меня все устраивает. Я все получил, я все получила, и теперь я буду просто наблюдать. Меня все устраивает. И вот дальше 11 стихом написано, «И люди сии, это Моисей говорит, вышедшие из Египта от 20 лет и выше». Вы знаете, у меня в переводе, это не современный перевод, у меня в переводе написано, что «И люди сии, вышедшие из Египта от 20 лет и выше», в скобках написано, знаете, как пояснение, написано «различающее добро и зло». То есть люди, разумеющие, вышедшие из Египта, что они? Они не идут, они говорят, меня все устраивает. И самое интересное, что здесь написано, то, что вы сами не идете и этих людей останавливаете. То есть влияние оказывается своим не движением, а наоборот, то, что вы остановились, то, что вы не желаете идти дальше, двигаться в этом направлении, вступать в эти войны, вы влияете на остальных людей. А это там написано, что из-за этого воспылал гнев Господень на них. То есть люди остановились, людей все устраивает абсолютно. Дальше мы не идем, и как бы, ну, если вы хотите, выступайте, а нас тут все устраивает, тем более мы не пустые, знаете, двигаться нам дальше уже не надо. И вот в послании Иакова, 4 глава, 17 стихом написано, «Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех». То есть человек понимает, что нужно делать добро, он видит это. Человек разумеющий, написано, что они вышли из Египта. Они не просто, знаете, есть люди, которые, не примирившись со Христом, он и не понимает, что им вообще надо делать. Человек, вышедший из Египта, освободившись от этого греха, от этого рабства, понимает, что нужно делать добро и не делает добро, написано тому грех. Я, знаете, сам недавно с этим сталкиваешься, мужчина как-то на боровках там возлеал, мне говорит, слушай, ну видно, что состояние как бы желает лучшего и жалко. Говорит, слушай, ну, я денег не дам, как бы, говорит, купи хоть поесть, купи хоть поесть. И, ну, ты понимаешь, что он в таком состоянии, что засвидетельствовать ему тяжело. То есть, ну, там просто, знаете, это свидетельство, оно просто выливается в то, что меня зовут Дима, улица Лицкая 10, там есть церковь, улица Лицкая 10, приходи скорее, улица Лицкая 10, если ты не придешь, то тебе будет плохо, улица Лицкая 10. То есть, ты думаешь, хоть бы отозвалась на подсознательном уровне, Лицкая 10, приходи, приходи, приходи. Ты понимаешь, что достучаться до него, да не достучишься ты. Там с трезвым порой тяжело разговаривать, и с ним вообще кажется бесполезно. То есть, ты вроде бы понимаешь делать добро, но с другой стороны, оно мне надо. Зачем оно мне кажется надо? То есть, смысл от этого. И вот об этом говорит Слово Божье что? Что если ты разумеешь делать добро и не делаешь этого, говоря, что с меня достаточно, я все умею, зачем мне эта нагрузка, зачем мне дальнейшие какие-то движения, зачем мне, знаете, кто-то говорит, это критика, эти осуждения, мне это все не надо. Меня все устраивает в этой точке, и дальше двигаться мне не нужно. И еще одно местописание, это от Матфея 25 глава. Я быстро, братья и сестры. 25 глава, это с 14 стиха. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по силе его этот час отправился. Таланты в своей жизни человек получает не по заслугам, а по силе». То есть он должен справиться с этим. У меня одноклассник, который уже ушел, знаете, он так рисовал, это было просто, ну, это художник, ну, причем легко, быстро, без каких-то напряжений он мог просто стоя там на коленке, там рисовать просто картины. Причем это портреты были. Я когда-то с ним разговариваю, говорю, «Слушай, ты понимаешь, уже когда я покаялся, я приехал к нему, думал, что у меня получится, как бы, ну, вести его из этого всего. И я говорю, ты понимаешь, что ты, как бы, ну, одарован, что в тебе есть талант?» Говорит, «Да, я понимаю. Но ты понимаешь, для чего он тебе? То есть, ну, ты тянешь этот талант, говорит, ты понимаешь, чтобы татуировки бить. Ты не объяснишь человеку, что этот талант нужно употребить для славы Божьей. Если это сердце, оно, знаете, закрыто, если разум закрыт, ты сам это объяснить не можешь. Хотя человек сам признает, он говорит, «Я понимаю, что это не мой талант. Ну, я этому не учился, у меня не образование, школа еле-еле там закончена. Из училища отчислили, но при этом он рисовал так, что просто, ну, это, знаете, хотелось бы видеть его. Хотелось бы видеть именно в славе Божьей, но произошло то, что произошло. И написано, что этот талант, он дается по силе, не просто потому, что ты успешный, не просто потому, что ты что-то увидел в своей жизни. Этот талант дается по силе. И написано, и тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. И получивший же один, пошел и закопал его в землю, скрыл серебро господина своего. По долгом времени, написано дальше, то есть это произошло не сразу, как написано в Екклесиасте, не скоро совершается суд, и поэтому не страшится. Сердце человеческое делает зло. То есть не скоро все это будет. Люди вообще говорят, да ничего страшного, там время пройдет, все это забудется, это все как бы... Здесь написано, по долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Отчет в любом случае все равно придет. Рано или поздно за эти таланты, за эти дары, которые есть у человека, будет спрос. И разумеющий, братья и сестры, и делающий, мы видим, что все эти люди, они что-то сделали. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, господин, говорит, господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел также, получивший два таланта, и сказал, господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них. Господин ему сказал, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел, получивший один талант, и сказал, господин, я знал тебя. То есть он понимал. Он говорит, я знал тебя, я знал тебя, я знал, что будет, поэтому действия мои, они не были от неведения. Я знал тебя, написано, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял и собираешь, где не рассыпал. И убоявшись, и убоявшись, разумеющий и делающий, и убоявшись, пошел и скрыл твой талант в земле, и вот тебе твое. Господин же сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, ты знал, что я жну, где не сеял и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, то есть даже не то, что самому делать, просто передать, они сами приумножат. Серебро мое торгующим, и придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не имеющему отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, и там будет плач, и скрежет зубов, сказав сие, возгласил. Кто имеет уши, слышать да слышит. Разумеющий и делающий. Написано, ты знал, ты знал, что будет спрос, ты знал, что как надо сделать, но ты не сделал. Послание Иакова 4,17. Разумеющему делать добро и не делающему грех. То есть это то, что определяет твой дальнейший ход. Может быть сегодня, знаете, кто-то из нас думает, меня все устраивает, зачем мне напрягаться, зачем мне двигаться в этом направлении, меня все устраивает. Близкие мои в правильном направлении, я в правильном направлении, на работе все хорошо, дальше потихоньку, как оно сложится, пускай так и будет. Но написано, что Царство Небесное, оно усилием берется, и прилагающие усилия восхищают его. То есть если ты разумеешь делать добро, то делай его. Делай и от этого отталкивайся, чтобы действия были направлены в том направлении, которое необходимо каждому из нас. Сегодня было много сказано о любви. То есть любовь – это глагол, действия, направленные на результат. Пусть, братья и сестры, Бог благословит. Аминь.